Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И как и обещала в вчерашнем ролике, по вашим просьбам, сегодня мы свяжем, начнем вязать, вернее, вот такой лиф. Это может быть как просто лиф. Вы можете связать плавки, и получится у вас купальник ручной работы. Я вчера решила использовать остаточки пряжи. И кроме того, что я покажу начало вязания этого лифа, по аналогии вы свяжете на любой ваш размер. Конечно же, покажу вот этот переход. Он, не могу сказать, что он совсем не заметен. Ну, в общем, сделала вот такой переход. Не захотела заморачиваться. Это будет внизу, так скажем, на нижней части. И это будет практически незаметно. Итак, давайте приступим и начнем вязать вот этот треугольник или олив. Вязать я буду крючком кловер двоечка. Пряжа у меня сейчас покажу. Вот эти две пряжи, давнишние. Даже не знаю, что это за пряжа, но, как оказалось, это какой-то шнурковый хлопок. Это шнурочек. И вот эта вторая пряжа, это вы уже все знаете, бэби-коттон от Янарт. То, что у меня осталось, вывяжу остатки просто под ноль. Обожаю, когда у меня вообще не остается ни грамма. В общем, давайте приступать. Итак, начинаем. Я делаю это со скользящей петли. Она еще называется аннигуруми, по-моему, так. То есть, что мы делаем? Наматываем на палец ниточку. Заходим в эту созданную петельку. Достаем основную рабочую нить. И вот наша петля готова. Теперь мы делаем 3 воздушные петельки. 3. 1, 2, 3. И еще 4 столбика с одним накидом в эту нашу петелечку скользящую. Раз, два, три, четыре. То есть, с петлями подъема у нас получилось 5 столбиков. 2 воздушные петли и 5 столбиков с одним накидом в эту нашу петельку. Раз, два, три, четыре. И 5. Обычные столбики. Никакие не патентные, просто обычный столбик. Сейчас отмотаю пряжи и продолжим. Так, провязали 5 столбиков. Делаем 2 воздушные петли. Накид. И еще 5 столбиков в наше колечко. 1, 2, 3, 4, и 5. Подтянем посильнее колечко. Делаем 2 воздушные петли. И прям вот ныряем вот сюда вот под столбик. Я прям под столбик ныряю. Можно вот сюда вот, вот в эту верхнюю петельку захватить. И делаем соединительную петлю. Все. Дальше нам нужно вязать нитью серого цвета. Если вы будете вязать однотонный лифт, значит просто делаете 3 воздушные петли. А я присоединю серую ниточку и продолжим. Чтобы кончик можно было спрятать, оставляйте. Так, чтобы это было потом удобно спрятать. Так, мы можем даже его, этот кончик, сейчас вязать от серой пряжи. Сейчас здесь разберемся. Итак, присоединились. Раз, два. Я здесь делаю 2 воздушные петли, потому что вот этот момент соединения, он тоже как бы высоту нам дает. Вообще, 3 воздушные петли нужно делать, если вы вяжете одним цветом. Итак, и теперь накид на крючок и в каждый столбик провязываем столбик с одним накидом. Здесь обязательно нужно рассмотреть, подтянуть ниточку, чтобы все было аккуратненько. И продолжаем вязать каждый столбик. Вяжем столбик с одним накидом. Последний столбик я сделала за кадром, потому что, ну, очень сложно это сделать в камеру. Все туго. Значит, смотрите, проверяйте себя. Вот вы сделали петли подъема. И дальше у нас, у нас же было по 5 столбиков между вот этими вот секциями. Их тут у нас 3. То есть, вот, петли подъема. Раз, два, три, четыре, пять. Все, проверили. Дальше у нас идут 2 воздушные петли между нашими секциями. Вот под эту арочку из 2 воздушных петель мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Опять делаем 2 воздушные петли для следующего ряда. И сюда же еще провязываем 2 столбика с одним накидом. И теперь внимательно рассмотрите. Вот здесь тоже нужно найти этот столбик, не пропустить, потому что у вас здесь будет все достаточно туго. Вот, не пропустите этот столбик, который спрячется, попытается спрятаться здесь. В него нужно провязать столбик с одним накидом. И так вяжем каждый столбик по столбику с одним накидом. То есть мы доходим каждый раз до воздушных петель и в них провязываем 2 столбика с одним накидом с одним накидом. С одной стороны делаем 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом с другой стороны. Вот мы дошли до арочки из двух воздушных петель. Делаем сюда 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом. И вязание повторяется. Опять ищем вот здесь вот этот наш первый столбик. И вяжем столбики с одним накидом опять до нашей арочки. И в этой арочке у нас опять после нее будет смена нити на красный цвет. Я посмотрела очень красиво это сочетание красного и серого. Давно хотела это сделать. Вот давайте опять себя проверим. Это наш второй ряд. То есть вот они эти 2 столбика под арочку у нас шли. Раз, два, три, четыре, пять. Все правильно. Ну дальше, когда вы провяжете дальше, уже будет все просматриваться. Как говорится, начало всегда немножко сложное. Ой, что я сделала? Неправильно сделала, заговорилась. Так, довязали. Вот она арочка из 2 воздушных петель. В нее мы делаем тоже 2 столбика с одним накидом под нее. 2 воздушные петли. И сюда же еще 2 столбика с одним накидом. Уже наш треугольник пошел на расширение. Вот видите, что у нас получается вот такая красота. Ныряю я прям под вот этот столбик и делаем соединительную петлю. Теперь беру пряжу красного цвета, соединяюсь в эту петельку. Эту серую мы подтянем петлю. И делаю еще 2 воздушные петли. Повторяюсь, если вы вяжете одним цветом и у вас нет петли соединительной, то вы делаете сразу 3 воздушные петли. А так мы соединяемся в эту соединительную петлю. Мы меняем цвет, поэтому я делаю 2 воздушные петли. Думаю, что это понятно. И теперь повторяем все заново. То есть над каждым столбиком предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом. Доходя до арочки. Вот мы дошли до арочки из двух воздушек. И под арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. Делаем 2 воздушные петельки. И сюда же, под эту же арочку, еще 2 столбика с одним накидом. В первый столбик не пропускайте вот этот столбик. И вязание, девочки, повторяется. Каждый раз, доходя до арочки, мы провязываем под арку 2 столбика с одним накидом. Все очень-очень просто. Я говорю, когда вы вот эти первые 2 рядочка провяжете, полотно будет расти, и там уже будет все на 1-2. Вот, дошли до арочки. Под арочку 2 столбика с одним накидом. Я опять немножко изменила схему, которую я вчера вам показывала, этого треугольника. Я не понимала, зачем мне нужно делать вот это место соединения в разрыве. Ну, в общем, показываю вам так, как делаю я. Если хотите, схемку я эту оставлю. Так, сделали 2 столбика, 2 воздушные петли, и сюда же по дарочку еще 2 столбика с одним накидом. Ну, вот, в принципе, и все. Продолжаем вязать. Как соединять, я вам показала. Итак, вяжем наш треугольник до нужного вам размера вашей чашечки. Примеряйте к себе все это. Смотрите, когда дойдем до вот этих боковых элементов, я здесь соединю, ну, как бы, 2 схемы. Та схема, которая уже есть в сообществе, я имею в виду так, по которой я вязала свой серый лиф, а я сюда добавлю вот эту вот часть вывязывания, ну, вот этой части. Да я сейчас, наверное, покажу вам на этом уже лифе, хотя нет, вдруг мне серых ниток не хватит, и придется все распускать. Ладно, вяжем до нужного вам размера, примеряем на себя. И что делать дальше, включусь и покажу. Друзья, пока сидела, вязала, чтобы дойти до того места, когда уже нужно показывать, у нас начался дождь. Вообще нам грозятся, что будет ураган, и, можно сказать, смерть. Не знаю, там вот облака, и, походу, где-то даже светит солнце. Просто немножко отвлекитесь от вязания, я радуюсь этому дождю. Ну, хоть немножечко, может быть, будет добавить нам свежести. Если будет сильнее, я, конечно же, вам покажу. Дождик, мы тебе рады! Спасибо! Друзья, в Москве гроза. Мы радуемся. Пока радуемся. Конечно, не хочется апокалипсиса, хочется, чтобы вот такой ровный дождик прошел. И все. Мы посмотрим, как будет дальше. Пока вот перенит, сверкает. Ой, так же сразу легко дышать. Вот такой вот дождик у нас в Москве. Вот сейчас громыхнет. Давайте немножко отдохнем от вязания. Подышим чуть-чуть. Порелаксируем. Наши коты так устали от этой жары, да и я. Послушаем немножко дождик. Итак, друзья, немножко порелаксировали, посмотрели на дождик. И я уже связала, довязала до того момента, когда мне вам нужно показать. То есть, вот, практически две чашечки готовы. И мы должны... Вот я сейчас довяжу здесь буквально один столбик. Еще раз напомню, как я заканчиваю. Вот сюда вхожу. Соединительная петля. Еще петелька. И отрезаем ниточку. И теперь мы будем вязать боковую часть нашего лифа. Сейчас я возьму серый свой лиф и покажу, что мы сейчас будем делать. Итак, друзья, смотрите. Я буду показывать на примере вот этого серого бюстгальтера. Здесь была немножко другая схема, нежели мы сейчас... Ой, дернула камеру. Но это не важно. Вот эту вот часть, Вот эту вот часть, которая идет в зону подмышки, я сейчас вместе с вами свяжу, покажу, как это вяжется. Но повторюсь, что здесь другая схема. Но ничего мне не мешает связать такую же часть и вот в треугольной чашечке. Я вам сейчас на данном этапе, когда вы уже примерили, посмотрели, что это ваш размер, чашечка вам подходит. Может быть, вам нужно больше вот этих секций, чем мне провязать. И потом уже примеряйте и смотрите. Вот примерили на себя и посмотрите, где вам нужно остановиться, чтобы продолжить вязать вот эту вот часть. Вот это тоже важный момент. Сколько у меня здесь рядов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. У меня пятнадцать рядов, вяжу я двоечкой. Повторюсь, вы вяжете на свой размер. Кстати, вот эту серую пряжу мне удалось угадать. Осталось, ну, совсем там, буквально метра три пряжи, я и все. Дальше все буду вязать красной пряжей и другой. То есть, Янарт Бэби Коттон я вывязала в ноль. Итак, смотрите, вот две чашечки у нас. Я хочу, чтобы вот эта вот часть, там, где была смена нити, осталась у меня внизу чашечки. Но это, наверное, логично, чтобы ее не было видно. А вот это будет верх нашего лифа. И вот здесь мы будем потом крепиться и свяжем бретели. Так вот, чтобы вывязать вот эту боковую часть, о которой я вам рассказала, нам нужно сейчас, если мы будем вязать левую часть, прикрепиться вот здесь и пойти вязать вот сюда, свяжем эту часть, а в правой части мы должны эту же часть вывязать с этой стороны. Что мы будем делать? Если здесь я сейчас прикреплюсь и буду вязать по лицу, то в этой части вы перевернете на изнанку и прикрепитесь вот здесь и будете вязать уже по изнаночной стороне. Я думаю, это понятно. Чтобы ваш лиф одну часть вывязать в одну сторону, другую в другую сторону. Итак, давайте приступать. Я надеюсь, мне хватит пряжи хотя бы на эту часть. Дальше буду думать, может быть, другой пряжей. Итак, левая боковая часть вот в этой чашечке. Это у нас осталось внизу. Я сейчас прикреплюсь прям вот сюда. Сделаю 3 воздушные петли. И пойду вязать столбики с накидом до того момента, где мне нужно будет сделать вершинку, вернее, провязать столбики с общей вершиной, 3 столбика. Но вот это место, я повторюсь, вы примерите на себя и посмотрите, где вам нужно сделать это место. Я сейчас движу приблизительно, примерю на себя эту чашечку и определюсь, где мне нужно остановиться и сделать разворот. И так, чтобы сэкономить время, просто вяжем сейчас столбики с одним накидом до определенного момента. Итак, я померила на себя и поняла, что вот здесь, в этой точке, это где-то приблизительно центр вот этого ребра нашего треугольника, я поняла, что мне нужно сделать разворот. У вас это может быть ниже, может быть выше. Все зависит от строения вашего тела. В общем, я думаю, вы поймете, где вам нужно сделать вот этот уже разворот. Дошла до этого момента. Сейчас смотрите, что мы делаем. Делаем 3 столбика с накидом с общей вершиной. То есть, не довязываем 3 столбика до конца. Вот. А теперь провязываем все петли на крючке. Вот мы уже сделали разворот. Теперь поворачиваем работу. Делаем 3 воздушных петли. Раз, два, три. И вяжем до конца это наше ребро. Но делаем накид на крючок. Пропускаем. Вот 1 столбик, его пропускаем. А в следующий вяжем столбик с одним накидом. И так идем до конца ряда. Я вся мокрая, друзья. Вся мокрая. У нас прошел дождь. И ни вентилятор не спасает. Я закрыла окно. Все с меня течет. На балконе вообще невозможно. Вот. В спальне здесь тоже невозможно. Так что, друзья. Пожалуйста, оцените мой труд. Поставьте хотя бы лайк. Поделитесь этим видео. Ну, хоть как-то. Чтобы мне было приятно. И я это делала для вас не впустую. За экстремальные условия. Так. Ну, вот. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот такая конструкция. И идем сейчас до конца ряда. Вот сюда. Итак. Остался вот последний столбик в конце этого ряда. Сейчас мы его провяжем. И будем делать разворот. Разворачиваемся. Делаем 3 воздушные петли подъема. И вяжем в обратную сторону. И там опять мы делаем вот этот скос. Таким же способом, как и первый. Еще раз сейчас закрепим материал. Я сейчас вам это покажу. Ну, а дальше вы будете сами. Вот видите, у меня даже руки потные светятся. Представляете? Сами будете решать, сколько вам понадобится таких разворотов, чтобы выйти на ширину вот этой части, которая будет идти на заднюю часть. Я вам сейчас на сером бюстгальтере покажу. И останавливаетесь. И уже будете тогда вязать эту часть. Короче, я сейчас, чтобы сэкономить время, доходим до вот этого последнего столбика. Вернее, не до последнего столбика, а оставляем здесь 3 столбика. Вот смотрите, это наши воздушные 3 петли. Его читаем. Раз, два, три. Вот, не доходя 3 столбика, опять провязываем столбик с тремя накидами и с одной вершинкой. То есть, вот в эти столбики 3 входим, не довязываем наш столбик с одним накидом. Теперь провязываем 3 столбика вместе. Это называется столбик с одним накидом и с одной вершинкой. 3 столбика с одним накидом, с одной вершинкой. Всё. Разворачиваем вязание. Делаем опять 3 воздушные петли. Накид на крючок. Пропускаем вот здесь вот один столбик, а в следующий столбик продолжаем вязать столбики с одним накидом до конца ряда. И так далее. Вы будете делать вот эти вот развороты и вязать столько, сколько вы здесь захотите. Но, наверное, я не знаю, сколько тут получится разворотов, чтобы где-то вот здесь осталось вот столько столбиков. Сейчас покажу вам на примере серого лифа. У меня здесь, по-моему, было 5 разворотов. Вот, смотрите. Вот. Раз, два, три, четыре. И вот он, пятый разворот. Вот когда вы сделаете вот эти 5 разворотов, у вас вывяжется здесь вот такая деталь. А потом на оставшихся петлях продолжите вязать туда-сюда-обратно вот эту часть. Вот. А это уже обвязка снизу пошла. В общем, друзья, я думаю, что я донесла вам эту мысль. Со второй половиной лифа, я уже сказала, что это нужно будет сделать, чтобы вот это вот осталось тоже внизу. Вам нужно будет здесь прикрепиться, но с изнаночной стороны. И сделать то же самое по аналогии, как вы вязали вот эту часть, так скажем, левую часть чашечки. Вот. Основные моменты я вам рассказала. Прикрепиться вот здесь и связать столбиками без накида бретели, ширину которых вы хотите, я думаю, это не составит труда. Вот. Если я здесь буду вывязывать треугольник, соединяя вот эти две части, я вам это покажу. Пока вяжем вот эту часть и эту часть, можно соединить просто прямо и здесь сделать вот такую, ну, эту обвязку безо всяких треугольников. Посмотрю, как я захочу, чтобы посадка была красивой. Ну вот, дорогие друзья, я надеюсь, я свое обещание выполнила. Я надеюсь, вам понятно. Более подробно объяснить не могу. Не те условия, очень жарко. И у меня через пару часов стоматолог. Так что я иду в поликлинику. Все, друзья, я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok